Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! Третье сегодня, третье число месяца Тишрей, 28 сентября. И мы начали Новый год, 1783 год, всех поздравляю! С Новым годом, с новым счастьем! Значит, с Новым годом, с новым счастьем начинается новый цикл. Мы новые, посмотрите на меня, я новый. Абсолютно новый вообще. Чувство обновления. Правда, единственное, что старые программы, они никуда не делись, как компьютер. Купил новый компьютер, нажал кнопку, и старые программы все на тебе. Но надеюсь, что не все. Надеюсь, что не все, что мои хорошие намерения и мои хорошие просьбы ко Всевышнему в Рожа Шана, они достигли цели. И я очень верю, что Творец Мироздания дал нам всем хороший год. Ну, про себя очень сильно надеюсь, потому что два дня молился, все на годе, все сделал по правилам, все делалось прям вообще отлично. Шалам Яков, Шатадин, все. И мы начинаем 1783 год, и сегодня у нас сегодня у нас третья тишрея, пост Дедали. Я не буду рассказать про пост Дедали, просто мы сегодня постимся те, которые профессиональные такие, да, профессиональные служители Всевышнего, которые идут по Торе и по всем советам мудрецов. Мудрецы, они мудрецы, значит, они нам добавили, добавили мудрецы нам всяких таких, это называется ограды для закона, они добавили нам хорошие советы. Они сказали, два дня ты, Вороша Шуна очень много кушал, значит, третья тишрея, пост, и сегодня пост, без воды, без еды, представляете? Вот, значит, сегодня книга, мы продолжаем изучать ту же самую книгу, мы будем изучать до конца изучения Торы, до Симхат Тора, и дальше мы посмотрим на будущий год, какая будет у нас, какая будет у нас вот эта книга Хитас, и посмотрим, что будем изучать. Но точно будем изучать, точно будем изучать недельные главы с каким-то комментарием и какую-то еще книгу мы добавим. Сейчас мы изучаем книгу о Йом-Йом, и сегодня один из моих любимых отрывков, значит, которые, которые есть. Значит, было дело в понедельник, главы Киты Це, 6, это было 6 иллюля, Рэбе Цемах Цедек был на аудиенции у альтера Рэбе. То есть, получается, если Цемах Цедек это третий Рэбе, то он был у своего дедушки, он был у своего дедушки, на аудиенции, пришел он к нему, и тот ему альтера Рэбе говорит, однажды, в 1768 году, в шаббат, в шаббат глава была Китаво, мой учитель, а кто был его учитель? Знаете, его учитель был, его учитель это был Мадид из Межирича, Мадид из Межирича, Межирича, ученик Большинтова, он сказал такой, такой как урок, он говорил так, написано, что возвратишься ты к Богу Всесильному Твоему, возвратишься ты к Богу Всесильному Твоему, и слово Бог, это четырехбуквенное имя, которое нельзя произносить, Юткей, Вавкей, всесильное это Элотим, всесильный, так слово и переводится, всесильный, Бог Всесильный, и он объяснил, что возвращение к Богу должно быть таким, чтобы Бог, а вот это имя четырехбуквенное, имя Всевышнего, оно указывает на положение Творца вне миров, то есть это Творец Мироздания, который вне Мироздания, который вне системы, вне структуры, так вот, чтобы Бог, который Творец Мироздания, он стал для тебя всесильным, стал для тебя, всесильный, слово всесильное, имеет тоже числовое значение, как слово природа, стал для тебя всесильным, да, в природе, то есть, чтобы ты видел Бога, проявление Бога во всем вот этом Мироздании, и через это Мироздание ты соединялся с Богом, с Творцом, когда он это сказал, Мадид из Межирича, учеников эти слова глубоко взволновали, продолжал Альтера Ребба, он говорит, все прямо, одно дело, когда это я сказал, да, другое дело, когда это говорил Мадид из Межирич, который, каждое его слово, когда он говорил слово, Бог, Ашем, да, то в этот, с ним был знаком очень близко, он с ним был знаком очень близко, и поэтому, когда он это говорил, то их всех реально очень включило то, что он сказал, и они очень взволновались от этих слов, что Бог, он всесильный, вернуться к Богу, в общем, они все взволновались, и один из них там был, Раби Зюша из Аниполя, и он говорит, я вообще не понимаю, это слово Ташува, Тшува, вернуться, Тшува, он говорит, вот просто, это такое огромное понятие, Бог, Творец, всесильный, это, это, что-то невероятное, вернуться, то есть, измениться, вернуться, соединиться с ними, он говорит, я ее, это слово я разделю на пять этапов, на пять шагов, почему мне вот этот отрывок очень запомнился когда-то, и я его весь год, я для себя его повторял, использовал, я год назад это читал, и мне он прям врезался, это, это именно система, он говорит, в Тшуве, вот в этом возвращении к Богу есть пять шагов, и они все зашифрованы в этом слове Тшува, первая буква Т, это, он говорил, есть такой отрывок, тамим, тие, и машем, элкеха, не порочен, будь перед Богом всесильным твоим, тамим, это такой, чистосердечный, простой, то есть, будь простым в служении, не будь вот таким вот хитрым, там сложным, и так далее, тамим, будь простым, как, знаете, вот здесь люди наивные, простые такие люди, вот так же с Богом надо, просто, тамим, быть непорочным, и чистым. Вторая буква в слове Тшува, это Шин, Шин, это, есть такой отрывок в Торе, Швити, а Шемлина, где томит, представляй Бога всегда перед тобой, или себя всегда перед Богом. Этот отрывок с него начинается с Шелхана Рук, сборник законов, начинается с того, что вот эта фраза, представляй Бога всегда перед тобой, это главное в жизни праведников, то есть, они все время, их вся жизнь, это они представляют, что они стоят перед Богом, и так как они знают, что Бог управляет миром, и все, что здесь происходит от Бога, то вот эта фраза, она их включает, тамим, будь наивным таким, простым с Богом, как дети, и второе, представляй, что ты всегда перед Богом, это Шин. Следующая ВАВ-буква, ЧУВА, ВАВ, значит, как вернуться к Богу, ВАВ, это ВАВ ТАЛЕРЭХА КАМОХА, возлюби ближнего, как себя. Говорил Раби Атива, что это главное вообще, на чем основана вся Тора, и когда тебе вообще понятно, что такое возлюби ближнего, как себя, когда ты знаешь, что такое, то есть, твоя установка по умолчанию, это любовь, любить себя, любить ближнего, любить Всевышнего, и любить Всевышнего, это ты же, как бы мы сейчас все пять шагов идем к тому, чтобы соединиться со Всевышним, а он говорит, а есть прочий способ, возлюби ближнего, как себя, да, возлюби себя, возлюби ближнего, включи любовь в себе, чтобы у тебя была любовь, Значит, будь шва, тамим, будь наивным, с Богом, да, таким простым, наивным. Шин, швисия шамиль нагде тамит, всегда представляй себя перед Богом. Вав, вав, тали раха камоха. Вот представьте, это Рэб Зуси разложил слово шва на такие пять шагов. Бет. Бет, значит, это есть отрывок в Мишли, сказал его царь Соломон. Он сказал так. Беколь, бет, беколь драхеха деу в уя шер архатеха. На всех своих путях познавай Бога, и Он выпрямит твои дорожки. То есть, давайте еще раз сложим это в одно целое. Сейчас мы находимся в 10 дней раскаяния, шва, и как соединиться с Богом через эти пять шагов. Значит, четвертый шаг это беколь драхеха деу, на всех своих путях познавай Бога, и Он выпрямит твои дорожки. То есть, твое намерение, главное, должно быть познать Всевышнего, что Он хочет, что Он мне сейчас говорит, что вообще, как мне с Ним вообще быть в большем контакте. На всех своих путях познавай Бога. Пути это широкие пути, главные твои решения, магистральные решения. Вуя шер архатеха, Он выпрямит твои дорожки. И последнее эй в слове тшува, это эй, отрывок есть такой, от сина лехат лифнея шемлокеха, в скромности ходи перед Богом твоим. Значит, этот отрывок в скромности имеется в виду, не выпячивая себя, не выпячивая свое эго. Мне очень красиво прислал, прислал Дэн Дубравин, прислал картинку такую на английском. Слово написано «эго», «эго», как, ну, человек, у него есть большое сильное эго, точка. Потом «е» уменьшается, уменьшается, а точка растет в «д» букву. И получается, как только у тебя эго твое уменьшается, то в тебе больше год. Вот, «гад» это на английском, это «бог». То есть, проявляет чем, чем, как скромность, это он убирает свое «я». Он такой скромный, он не высовывается, он не выпячивается, он понимает, что он всего лишь, можно сказать, такой, да, песчинка в мироздании в таком, да. И он понимает и смотрит, что это мир Бога, и поколение приходит, поколение уходит, а земля остается. И он, когда начинает так смотреть на вещи, как я в гостях здесь, да, то в этот момент он соединяется с Богом. Вот пять слов, пять этапов, и все вместе это складывает слово «чува». А «чува» это, когда ты делаешь «чуву», ты соединяешься с Богом всесильным твоим. То есть, ты видишь божественное присутствие того Создателя, Творца сквозь мироздание. Значит, дальше написано, что вот этот Альтер-Аребе, он подробно, затем он подробно, каждая из этих букв соответствует своему методу возвращения и своей дороги к Богу. Затем он подробно разъяснил мне каждый из этих путей и сказал, вот тут сейчас самое главное, внимание, молитва способна превратить каждый из них из потенциального состояния в действительное. Он говорит, а теперь смотри, вот ты теперь знаешь, как это, да, но без того, чтобы включить это молитвой, оно не работает. И ты начинаешь молиться. «Тамимти имя шамал каха», ты просишь Всевышнего, Всевышний, я хочу быть тамим перед тобой, пожалуйста, вот дай мне, научи меня, дай мне, как быть вот этим, таким прямым, наивным. «Шинь, шивити ашамал каха», сделай так, чтобы я всегда видел тебя перед собой, всегда чувствовал, что я стою перед тобой. «Вав, вав, тали раха камоха, сделай так, чтобы в моем сердце, в моей голове, в моей жизни была только любовь, чтобы я любил себя, любил ближнего, и вся моя жизнь была наполнена любовью, добром и так далее». «Бет, беколь траха хадеу», чтобы я познавал тебя на всех своих путях, и ты выпрямил все мои дорожки, чтобы у меня не было сложных решений каких-то и так далее. Чтобы у меня было одно выбор, что Бог от меня хочет, и чтобы я мог узнать, что он от меня хочет через Тору, через Равинов, через тех людей, которые, святые люди, которые ближе к Богу. Пусть, может, он напрямую, пускай разговаривает, да. Все это можно включить через молитву. «И вэ, от сина лэхэд, будь скромным перед Богом». Значит, это тоже надо молиться, чтобы Всевышний дал вот эту скромность. Вот такой вот сегодня урок очень классный. Слово «чува», дающее пять путей к человеку, к раскаянию. И шестое, то, что все это включает молитва, и она выводит из потенциального состояния в реальное каждый из этих путей. Очень красиво, понятно, четко. Да, я когда-то год назад это услышал, и год я это постоянно вспоминал. Прям, можно сказать, почти каждую неделю. И, значит, буду и дальше вспоминать. Книга «Обретение неба на земле» нам дает советы, как здесь почувствовать рай. То есть «чува» — это путь к раю на небе. А как здесь почувствовать рай? Значит, наши мудрецы говорят, что мужчина получает благословение не для себя, а для жены, и благодаря ей. Поэтому, советуют они, почитай жену, чтобы ты мог разбогатеть. Так написано в Талмуде. И это очень важная вещь, что в рожа жена решается судьба каждого. И первое, на что смотрят, и первое, где проявляется сущность человека, это его отношение с женой. А вы спросите, если нет жены, тогда вот этот ближний. Надо найти, кто для тебя ближний. И если у человека нет этого ближнего, да, то тогда эта проблема, это показывает конкретно, что он в данный момент человек, он в этой сфере, в автолерах и камоха, он не дорабатывает. Ему нужно усилиться в первую очередь в этом. Если он не женат, если обязательно заповедь жениться, то есть прям мужчина должен жениться, должен заботиться о женщине, обеспечивать женщину добром, заботой и так далее. Все, значит, если нет, все остальное, это имеет меньшую ценность, чем вот эта заповедь. И если ты ее правильно выполняешь, в автолерах и камоха направленная, возлюби ближнего, как себя, направленная на жену, то тогда ты реально, в этом и есть, как бы, Всевышний тебя меряет, насколько ты человек. Это очень-очень важная заповедь. Вот. Это вот сегодня нам такие два отрывка выбори. Теперь, значит, мы читаем главу, которая называется «Ваелых». Это последний день жизни Маши Рабейну. Он уже 120 лет ему, он готовится умирать. И, значит, он последний-последний вот дает в этой главе последние свои наставления, последние завещания свое, как бы, передает на все поколения главные вещи. И вот сегодня в отрывке он говорит, и приказал Маше им, говоря, в конце семи лет «Бемет, Шната, Шмита, Бехака, Сукот». Значит, каждый седьмой год, каждый седьмой год мы, происходит год Шмита, когда земля должна отдыхать. Седьмой год. Вот сейчас закончился седьмой год. В этот год нельзя обрабатывать землю в Израиле, нельзя собирать урожай. Все становится как шаббат. Все общее, все эфкер. Бери, заходи на любое поле. Если плоды какие-то выросли, срывай. Все, значит, обрабатывать нельзя, пахать нельзя было весь год. И когда заканчивается седьмой год, вот Машарабену перед смертью говорит, когда заканчивается седьмой год, в праздник Сукот. Значит, когда придет весь Израиль, чтобы увидеть, принять лицо Бога Всесильного, то есть когда весь Израиль приходил на праздник Сукот, было Шалош-Регалим. Шалош-Регалим, это было три праздника, когда нужно было приходить в Иерусалим в храм. Песах, Сукот и Шавот. И вот когда были эти три праздника, значит, слушай, нам, Рифка, ты можешь выйти, звонит кто-то, этот Менахим уже сосед названивает. Видно, был какой-то шлейх, что-то приносил. Звонки, звонки идут. Можешь выйти, пожалуйста, сейчас этот Менахим звонит. Посмотреть, что там. Значит, насчет 50-й год юбилейный я не уверен, я не знаю. Да, это названивают соседи, все, у всех свои какие-то дела. Знаете, мир окружающий, он живет своим чередом. И, значит, создаются постоянно какие-то ситуации, в которых ты должен на них реагировать. Но если ты знаешь, что это все от Всевышнего, тогда тебе и легко на это все реагировать. Все от Всевышнего. Всевышний хочет только добра. Он дает такую ситуацию, значит, это хорошо. Значит, это хорошо. Значит, с Божьей помощью. Вот так. То есть, то, что есть, оно есть. И ты должен вначале научиться это принимать, а опять же, видеть за всем этим Всевышнего, делать выводы, учиться, на всех своих путях познавать Бога, и Он выпрямит твои дорожки. То есть, но все можно это воспринимать в радости или сопротивляться. Вот это вот единственный твой выбор. Потому что все, что делает Всевышний, ты не можешь сказать, не делай. Да, вот, ну не делай. А я не хотел, чтобы мне сейчас позвонили. А позвонили. Это ты не можешь выбирать, будут тебе звонить или не будут. А вот как ты на это реагировать будешь? Или ты говоришь Всевышнему, спасибо, что позвонили. А могла бы, не дай Бог, там потолок отвалиться. Ну мог же, мог бы, к примеру. Или, а могло еще что-то хуже быть. А всего лишь позвонили. Ты думаешь, вот Всевышний, ну спасибо тебе, значит, за звоночек. И понятное дело, что многие скажут, нет, а от этого же лучше не станет. Станет лучше. То есть, все зависит от того, как ты интерпретируешь. И от того, как ты интерпретируешь, насколько ты любишь Всевышнего, зависит в следующей серии твоего фильма. И мы сейчас пришли к 10 дней раскаяния. Прошла хорошая жена. И у нас есть возможность все изменить. Вот кто-то услышал эти слова «чва» тут сегодняшний урок. И думает для себя, блин, вообще, как же это все правильно. Надо, сейчас я зайду. Вот видите, внизу такая ссылочка. Скачаю, вырежу этот кусочек, напишу его сто раз. Сделаю прям по пунктам все, что здесь написано. И жениться. Женюсь. Все, женюсь. Сделаю какую-то женщину счастливой. Буду ее каждый день с утра до вечера делать счастливой. Все. Это его выбор. А кто-то, а кто-то посмотрит и скажет, «Да, слушай, это все такое дело». Ну, и все зависит от того, какой ты делаешь выбор. То есть, действительно, события мы менять не можем. Но события мы менять не можем. Но мы можем менять интерпретацию этих событий. Пост, да, вот пишет Гарри Крома, «У постивших людей все по-другому, извините». Что у них по-иному, не знаю. Я сейчас почусь, у меня как бы мне нормально. Я очень рад, что я почусь. Вот реально. Мне очень прям прекрасно нравится. Классно, что я почусь. Почему? Потому что я бы мог бы к посту добавить бы страдания от поста. Сказать, «Как плохо, что я пощусь, и мне тяжело, и сложно, и ой-ой-ой, как мне плохо вообще все, как бы скорее бы это закончилось». Тогда у меня есть пост, и у меня есть страдания от поста. Теперь дальше. Другой вариант. У меня есть человек, который сильно себе рассказал, что ему плохо, он не может. Он, значит, съедает что-то, и дальше опять у него выбор. Как он дальше себе объяснит? Кто-то съедает, говорит, не то, не то. Вообще сейчас еда не та. Не та еда сейчас. Вообще вот раньше была еда, а сейчас еда не та. Все, он украл у себя еду. Понятно, да? А я, например, думаю, знаете, о чем я думаю сейчас? Когда закончится пост, то я, значит, что-то поем, понятное дело. И я уже прямо сейчас понимаю, насколько вкусная будет эта еда после поста, потому что, когда ты не ешь, а потом ешь, то у тебя все по-другому. И то же самое любое событие, оно очень относительное. Оно очень относительное, да? Там очень все относительное. Понятно? И когда даже, не дай Бог, даже происходят какие-то тяжелые, тяжелые вещи, то ты можешь сказать, что да, они происходят, но я жив. И могло бы быть еще хуже. Могло бы быть в тысячу раз хуже. А оно так, как есть. Значит, с Божьей помощью будет лучше. Бывают в жизни разные этапы. Все, дорогие друзья, всем хорошего раскаяния. 10 дней раскаяния сейчас идет. Скоро уже Йомтипур, через 7 дней и в Йомтипур уже окончательный переговор будет вынесен. Пока можно все менять. Шува раскаяния меняет переговор. Все, всем удачи и успехов.